Главные критерии – актуальность и возможность реализации. В Магнитогорске подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса для молодежи «Моя законотворческая инициатива». Трех финалистов члены жюри выбрали более чем из двух десятков участников, а накануне призеры представили судейской коллегии защиты своих инициатив. Кто из ребят оказался наиболее убедителен, расскажем в нашем сюжете. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Молодежи. Моя законотворческая инициатива» ежегодно проходит по инициативе депутата Государственной Думы России Виталия Бахметьева и при поддержке МГТУ, Общественной молодежной палаты и Центра правовой информации Библиотека Крашениникова. В этом году конкурс стартовал в марте. В течение трех месяцев для ребят проводились круглые столы с ведущими экспертами в области права и законотворчества. Детей учили писать законы. Три месяца у участников было на то, чтобы облечь свою идею в форму. В итоге из 20 конкурсантов члены жюри выбрали трех призеров, в котором накануне в стенах городской администрации предстояло защитить свои работы. Программа капитального ремонта, которая действует на данный момент, охватывает 19 745 домов. Говорили ребята о разном. Студент Уральского федерального университета Иван Кротов предложил внести изменения в закон Челябинской области об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. К примеру, установить максимальный срок выполнения основных видов работ. Член молодежной общественной палаты Амина Буссеруэль выступила с инициативой учитывать волонтерам часы, затраченные на общественно полезную работу в трудовой стаж при начислении пенсии. А предложение студента МГТУ Тимофея Шушарина касалось ужесточения мер наказания недобросовестных водителей. Накануне он опубликовал свою работу на сайте российской общественной инициативы и получил массу положительных и отрицательных отзывов. Среди членов жюри его предложение также вызвало неоднозначные эмоции. Это смелая идея, потому что молодой человек не водит машину, не имеет таких проблем. Но это сегодня для нас проблема. Это, конечно же, один из путей, который, на самом деле, может быть, и действительно стоит делать. Я, например, за это. Но, тем не менее, мне кажется, здесь комплексный подход уже. То есть дополнительно. Вот, наверное, об этом коллеги и говорят. В итоге именно Тимофей Шушарин стал абсолютным победителем конкурса. Признался в победе, не сомневался. Данная тема является одной из ключевых российских предотвращений о гибели людей. Потому что, да, ждал. Наградили члены жюри ценными подарками всех призеров, а также участников, которые не вошли в число финалистов, но смогли вызвать своими инициативами отклик. Среди них Сергей Молчанов, студент медицинского колледжа, предложил коснуться важного, на его взгляд, вопроса. В этом году мной была выдана инициатива о ужесточении продажи алкогольных напитков лицам до 18 лет и также ужесточении правил продажи энергетических, то есть тонизирующих напитков, которые так популярны среди подростков в наше время. Члены жюри резюмировали, конкурс в целом удался, правда, некоторые предложения остались на уровне идей. В следующем году учредители конкурса решили определить для участников конкретные направления работы. Мы, наверное, сменим формат, мы будем предлагать номинантам, конкурсантам, будем предлагать сами идеи, чтобы они их воплотили уже в законотворческие инициативы. Но чтобы сами идеи, они их много, пускай закон напишут. Есть даже сфера ЖКХ, есть о чем говорить, жилищный кодекс. Мы пообсуждаем, мы идею дадим. Виталий Бахметев также пообещал, как только ситуация, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется, призеров и победителей трех последних лет он пригласит в Государственную Думу России.